Я сейчас сначала всех представлю, а потом покажу, как у меня есть волшебный мешочек, и мы к нему немножко погибаем его немножко. Но начнусь, пожалуй, вот с этого края. Михаил Сазонов, представитель либертарианской партии. Ну, зрители, да? Какой-то это? Андрей Лопандин, представитель демократического выбора. Алексей Дуленков, представитель РПР «Парнас». Татьяна Котлят, я прошу прощения. Представитель также РПР «Парнас». Игорь Кузник, мы у нас представитель, и кто понимает самого себя. Александр Репаренко, я хочу представить, и кто понимает самого себя. Андрей Даляков, также представитель на данный момент только самого себя. Я Александр Савонов, представитель института инфектора «Партии прогресса» и «Партии прогресса». А теперь смотрите. Вот у меня есть такой мешочек, от которого страны могут быть написано «Калуга решает». Вот именно сейчас «Калуга» и будет решать. Я сейчас каждому кандидату дам возможность вытащить бумажку. И по очередности, вот сейчас первая бумажка, где с таким образом человек попадает в первую четвертую. Понятно. Есть вопросы? Татьяна Котлят, я начну с вас. Выпускайте руку. Извините к номеру. Извините к номеру. Извините к номеру. Гаякли. Андрей Гаякли. Свините к номеру. Андрей, можно сразу присаживаться и забрать на помню бумажки. Да, отлично. Теперь все это они собирают. И как вы видите, вы видите, ребята, на первую четвертую? Александр Михайлович Спасибо за просмотр! Вы сейчас становитесь последним участником этой четверки и теперь мы разыграем вторую четверку, чтобы мы понимали, кто первый в четверке будет отвечать, кто второй и так далее. То есть понятно, кто остался во второй четверке, но порядок. Так, сейчас очередь Андрея Михайлович. Это символично. Андрей Заякин. Липовенко. Александр. Так, запоминайте тоже, не забывайте, Андрей будет первым, вы вторым. Так, и Михаил с этой стороны вытаскивает бумажку. Ну и Александр, сделайте это. Могу с закрытыми глазами даже. Давайте, так даже страшнее. Нет. Ну, тут моя фамилия Сафонов. Вот мы видим, что никого здесь больше не осталось. Спасибо большое. Проходите, нет, нет, проходите вот сюда в зал, присаживайтесь, пожалуйста. Мешочку мы говорим спасибо и отправляем его полетать. Кандидаты, дорогие, пожалуйста, не уходите так далеко. Для вас места на первом ряду. Андрей, Игорь, присаживайтесь, пожалуйста. Да. Александр. Смотрите, дальше мы с вами поступаем следующим образом. Объявляем регламент. Сначала каждый из кандидатов представит себя вот в том порядке, в котором вытаскивали бумажки. Спасибо. На представление будет одна минута. В зале сидит чудесная девушка Люда, которая будет подсказывать, когда у вас останется до конца 10 секунд. Ориентируйтесь, пожалуйста, на нее. Я тоже буду подсказывать, что осталось 10 секунд. Если не успеваете, все. Карета превращается в тыкву. Микрофон отбирается и передается другому участнику. Затем пойдет серия вопросов-ответов. Там уже будет меньше. Там уже по 30 секунд на вопрос, по 30 секунд на ответ. Поэтому вопросы свои тоже готовьте сформулировать так, чтобы уложить их в 30 секунд. Вопросы сейчас есть. Всем понятно? Значит, первый вопрос у нас идет от ведущего. Один вопрос всем кандидатам. Отвечаем в порядке вытаскивания бумажек. Кто помнит, кто первый? Андрей, ты помнишь, что ты будешь первым отвечать? Окей. Да, отлично. Итак, первый вопрос у нас такой. Ваш первый конкретный шаг после избрания депутатом законодательного собрания Калужской области. Да, простите, пожалуйста, Татьяна, я вас благодарю. Я забежала вперед. Андрей сначала отвечает на вопрос, а вопрос я поменяю. Так что ничего страшного. Время на подумать у вас все равно на этот вопрос не остается. Андрей, представляем себя. Можно встать, можно сидеть. Тебя видно прекрасно и так. Так, смотрим на Люду, Люду будет подсказывать, сколько осталось до конца. Одна минута, поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Андрей Заякин. Я работаю в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве. До конца прошлого года я работал по специальности в университетах Германии, затем Италии, затем Испании, занимался теорией струн, теорией интегрируемых систем. Основал проект Диссернет, в рамках которого более 2,5 тысяч фальшивых диссертаций были приданы публичности. Отозвал у кучи жуликов ученые степени. В рамках проектов фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального я раскрыл порядка десятка активов российских чиновников в Европе и выгнал депутата Пехтина из Госдумы. Спасибо. Вторым у нас отвечает... Вы помните? Не помните. Хорошо, Алексей. Все верно. Минута. Люда командует. Поехали. Здравствуйте. Я Алексей Доленков, коренной калужанин. В 17 лет уехал покорять Москву, покорил ее. 9 лет был муниципальным депутатом в городе Голицыно, Московской области. За это время удалось отстоять местное самоуправление, несмотря на огромное давление, которое оказывали. Чиновники хотели отобрать город, им не хватило одного голоса. В результате у меня отобрали бизнес. Полгода полиция шла по следам, но мы все-таки все это отстояли. И в результате есть огромный опыт по борьбе с чиновниками, как их дрессировать, как их ставить под контроль народа. И сейчас я вернулся в Калугу, к себе на родину, и хочу весь свой накопленный опыт применить на родине. Спасибо большое. Ждем мастер-класса по дрессировке калужских чиновников. А теперь Михаил. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Сазонов, мне 40 лет. Я уроженец Тверской области, однако с трех лет я живу в Калуге и считаю себя коренным калужанином. Я отношусь к редкой категории людей, которые в течение своей жизни кардинально поменяли сферу деятельности. Более 10 лет я работал в IT-сфере, IT-инженером, в частности в нескольких крупных московских компаниях. После этого я основал собственную туристическую компанию, которая называется «Магия тайги». Компания занимается организацией эксклюзивных туров на крайний север России. Это на Таймыр, Аннабарское плато, плато Путорана. И организацией простых походов на байдарах выходного дня в Калужской области. Привлекаю туристов в Калужскую область. В основном это москвичи. Член Либератарианской партии России с 2013 года. Спасибо. И Татьяна Котлер. Татьяна Котлер. В прошлой жизни я была математиком. Общественной или политической, или антисоветской деятельностью занялась до перестройки. Распространяла самоздат. В доме была изба-читальня. В 1982 году в мае был обыск. Уволили с работы. Работала там сторожем и так далее. Потом началась перестройка. В Обнинске мы создали Обнинский народный фронт. Первый митинг организовали. В защиту Ельцина в поддержку перестройки. Первый раз собрались тогда 5000 человек на площади в городе Обнинске. И в 1994 году я впервые была избрана депутатом Обнинского городского собрания. Это было тогда три раза. Потом где-то в 2009 или в 2005 году была избрана депутатом Областного законодательного собрания. В 1994 мы организовали правозащитную организацию. Спасибо большое участникам. А теперь вот тот самый вопрос, который я попыталась задать раньше регламента, но меня остановили. Обратите внимание, также будут останавливать и других правонарушителей наши кандидаты. Поэтому присматривайтесь сразу, голосуйте за них. Спасибо. Спасибо. А вопрос тогда у меня следующий. Много ходит разговоров о том, что максимум, на что может рассчитывать демократическая коалиция, это несколько мест в законодательном собрании. Присутствие двух-трех депутатов не может кардинально поменять ситуацию и изменить жизнь людей. Тогда хочу у каждого из вас спросить, зачем же тогда нужно избираться сейчас? И первым предлагаю ответить на этот раз Михаилу. Вот так вот. Я считаю, что избираться в любом случае нужно, какие бы небольшие шансы у демократических кандидатов не были. Даже само присутствие двух или трех депутатов в законодательном собрании уже принесет свой положительный эффект. Я считаю, что я конкретно буду заниматься конкретными проблемами калужан. И только через некоторое время, в принципе, готов какие-то более сложные вопросы решать уже. Спасибо. Не уложились 30 секунд, но мысль мы поняли. И теперь я передаю слово Татьяне Котлер. Котлер, прошу прощения. Я надеюсь, что к концу я выучу правильное ударение. Вопрос тот же. Решат ли два-три места ситуацию? Поняла. Тот же самый вопрос. Во-первых, когда ты становишься депутатом, ты получаешь трибуну для озвучивания позиции иной, чем управящей партией. Во-вторых, депутат от оппозиции, не имея большинства, у него мало шансов, что будут приняты его законопроекты. Но очень много шансов не допустить принятия других законопроектов. Просто при их обсуждении задаешь пять-шесть вопросов, что будет в этом случае, и проект снимается. Понятно. Спасибо большое. Так, вопрос Андрею Заякину. Тот же самый. Я считаю, что независимый депутат в парламенте – это средство контроля над остальными депутатами, потому что он видит все проходящие через парламент документы, в всю степень их безумия, и может привлечь к ним внимание общественности и прессы, и тем самым остановить их принятие. Пример, допустим, история с памятником князю Владимиру в Москве. Десять секунд. Все, даже уложился быстрее. И Алексей Доленков. Тот же самый вопрос. Два-три места. Что они поменяют? Многое поменяют. В моей депутатской деятельности был глобальный вопрос, когда существование местного суммоправления решалось всего одним голосом. Есть ситуации, когда один голос может перевесить и не дать принять какой-нибудь очень антинародный закон. Потому что в законодательном собрании бывают не только единороссы, единороссы. Единороссы, кстати, тоже умеют раскалываться. Поэтому в этой ситуации хлипкого равновесия один голос может достичь многое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Готовы? Перевели дух? Зрители, вы молодцы, что поддерживаете. Можно и поддержать сейчас тоже наших кандидатов. Им не так просто. Для многих это первые дебаты. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, спасибо вам большое. Так, и давайте начнем теперь с правого от меня крыла. Андрей, вот у меня вопрос к вам. Я даже думаю, что вы догадываетесь какой. Почему Калуга? Андрей. Выбор Калуги был обусловлен тем, что для меня достаточно важно работать на, в том числе, мою целевую аудиторию, то есть научно-техническую интеллигенцию, инженерную интеллигенцию. И в Калужской области, по сравнению с тремя другими областями, в которых идет компания коалиции, доля этого сегмента населения в электорате является наибольшей. В частности, за счет Новокограда Обнинска. Спасибо. Давайте к левому крылу на этот раз. Давайте, Татьяна. Вопрос вам. Какой закон, действующий сегодня на территории Российской Федерации, вы, как правозащитник с большим стажем, считаете самым антинародным и требующим немедленной отмены? Ой, это очень большой список, начиная с запрета иностранного усыновления детей-сирот, потому что хуже этого ничего быть не может. И кончая НКО, как иностранных агентов, которые фактически направлены на прекращение действия независимых организаций общественных. Во всем мире общественность контролирует чиновников, а у нас чиновники хотят контролировать общественность. Но перечислять эти законы можно целый час. Спасибо большое. Я прям благодарю зрителей за то, что начали отзываться на то, что говорят кандидаты. Вы не представляете, как вы им этим помогаете. Не прекращайте это. И вопрос Михаилу. Возьмите, пожалуйста. Вопрос вам. Вы ходили на Болотную, затем вступили в Либертарианскую партию в 2013 году. В общем, проявляйте активную позицию. Скажите, пожалуйста, какие три главные пункта программы вашей партии, либертарианской я имею в виду, естественно, вы бы предложили в качестве законопроектов уже как депутата в Калужском собрании? Либертарианцы вообще выступают за уменьшение излишних функций государства. Три проекта. Вот три законопроекта. Вы как депутат. Независимый суд нужен. Прежде всего. Это раз. Десять секунд. Еще два. И уменьшение всяких контролирующих органов, уменьшение влияния контролирующих органов на бизнес. И последний. Ах, не успели. Хорошо, но два законопроекта уже мы от вас услышали, это уже немало. Мы знаем, что на это уходят годы на разработку. Спасибо большое. А сейчас, дорогие зрители, пора и вам присоединиться. Я думаю, что вы сейчас послушали, у вас тоже возникли какие-то свои вопросы. Маша, я попрошу взять микрофон и передавать его зрителям. Я прошу вас, вы когда задаете вопрос, вы представляетесь, потому что наши кандидаты тоже представились. Ну, хотя бы имя. И вопрос, говорите, кому он адресован. Если он адресован всем, то тоже говорите, что он адресован всем. Примерно по два, давайте вопросы каждому кандидату. Не обижайтесь, если не все успеют. Кто готов первый? Смелее. Смелее, смелее. Кандидаты ждут. Неужели вам ни о чем не хочется их спросить? Вот, вижу руку. Добрый день, меня зовут Иван. У меня вопрос, Котлер, имя забыл? Татьяна Михайловна. Татьяна, я так послушал, я восхищаюсь вашей уже столь длительной политической деятельностью. И вот у меня чисто такой вопрос. А вот за столько времени борьбы вы вообще не разочаровались в том, что в этом государстве можно что-то изменить к лучшему? Спасибо. 30 секунд на ответ. Никогда не говорите в этом государстве, в этой стране. Так говорят те, кто собираются уехать из России. Живу я здесь, понимаете, и другого пути, кроме как пытаться сделать жизнь лучше, я не вижу. А дорога, она одна. Но каждое общество, каждая страна проходит этот путь, должна пройти самостоятельно. Мы не можем просто взять и пересадить сюда все, что достигли, допустим, европейские страны или США. Нам придется пройти этот путь самим. Спасибо. Зрители, уважаемые, смелее. Задавайте вопросы, пожалуйста, а то в интернетах писать. Вижу руку Маши вон в том крыле. Вопрос всем, кто захочет на него ответить. Будет ли возможно, если вы пройдете в депутаты, какие-то коллекционные тактические договоренности с Единой Россией и похожими партией, и в каких областях это возможно, если возможно? Даже почти два вопроса. Алексей, можно мы с вас начнем? Ну, я скажу страшную вещь. В 90% случаев это неизбежно. 90% законопроектов принимаются практически единогласно, потому что они носят объективно положительный характер. Есть проблемы только в 10% проблемных законопроектов, которые мотивируют коррупцию или тратят бюджетные деньги на какие-то непонятные проекты. В этом надо бороться против Единой России, но в принципе сотрудничество неизбежно. Спасибо. Так, ну давайте вопросы Андрею Заякину. Да, 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 хорошо. Я коротко. Сотрудничество возможно там, где это не идет за счет интересов жителей Калужской области? Михаил. Конечно, надо договариваться, прежде всего. Договариваться по решению конкретных проблем Калуги и области. Вот это очень важно. Если мы не будем договариваться, не пытаться решать проблемы, то в принципе, наверное, не имеет смысла там находиться в государственном собрании. И Андрей Заякин. Я считаю, что нам всем полезно осознавать, что борьба с Единой Россией или какой-то другой конкретной партией не является самоцелью, а самоцелью является улучшение нашей страны. И если вдруг по чечаянию Единой России начинает принимать полезные и правильные законы, их можно в этом поддержать, вовсе не пытаясь обязательно за их прежние прегрешения их, словно говоря, критиковать на пустом месте. Спасибо. Еще вопросы? Один был, да, прошу. Здравствуйте, меня Яков зовут. Вот как раз вопрос тоже к Татьяне Котлер. Вот я еще могу что-то путать, но я, по-моему, ребенком был, как Вы уже работали в областном собрании. Вопрос, почему все-таки прервалась Ваша такая, ну, достаточно яркая карьера. То есть я вот в детстве помню, постоянно Вас по телевизору показываю, какие-то умные вещи достаточно всегда рассказываю. И почему в последнее время мы Вас не видим? Как Вы хотите с этим бороться? Вопрос практически риторический. Я не проиграла выборы. Нас не допустили до выборов в 2009 или 2010 году. Сделали выборы в ЗАГС собрание областное исключительно по партийным спискам. Для чего это делается? Чтобы тот список, где есть неугодные фамилии, можно было не зарегистрировать и не допустить до выборов. Спасибо. Есть ли вопросы еще к другим кандидатам? Да, Маш, сзади. Виталий Шушкевич, здравствуйте. Кто из Вас готов вести одномандатные компании? И, собственно, у кого какие планы в случае не попадания в тройку? Спасибо. Андрей, начнем с Вас на этот раз. Для одномандатной компании требуется, безусловно, очень серьезный ресурс финансовый и организационный. Пока что, мне кажется, у меня такого ресурса нет. Но если все-таки в оставшееся небольшое время мне удастся нафандризить этот ресурс, то я готов рассмотреть вопрос и об одномандатной компании, по всей видимости, по одному из двух округов, которые есть в городе Обнинске. Спасибо. В левое крыло передам. Да, я собираюсь одновременно с участием в списке, в тройке, идти по одномандатному округу в Обнинске, надеюсь, не по тому же, где Андрей Заякин, а по разным. Да, там действительно нужны серьезные финансовые затраты, собственно, на сбор подписей. Нужно 1300 подписей на сей раз собрать, чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата в депутаты. А это, ну, по подписям всегда можно не зарегистрировать. Да, по подписям это легко. Мы видели это в прошлом году в МГД. Михаил Сазонов. Я изначально хотел избираться по 11-му центральному одномандатному округу. Понятно, что денежные средства у меня ограничены. Но у меня есть команда. Команда либертарианцев, в основном это московская команда, команда с опытом, с опытом выборов. Я думаю, мы, если приложим достаточно усилий, мы сможем, собственно говоря, добиться хорошего результата. Спасибо. И Алексей Доленков. Поскольку ресурсы коалиции на этих выборах ограничены, я думаю, что надо сфокусировать свое внимание на продвижении списка, а не распыляться на большое количество мандатников. Лаконично. Спасибо. Зрительный зал. Я вижу, зашли еще новые зрители. Есть ли у кого-нибудь вопрос к кандидатам? Вот такая у нас была сейчас повестка. Все? Вопросов больше нет? Есть. Прошу. Вот ваш оппонент, которого, к сожалению, многие хотели бы не увидеть. Скажите, пожалуйста, к кому вы обращаетесь? Ко всем. Ко всем. В принципе, тут, поскольку, я так понимаю, в большинстве, скажем так, речь идет именно о партийном списке, вот ваш оппонент Максим Кац открыто говорит, мы там будем платить за подписи, собирать их за деньги, поэтому мы там достигнем успеха. А каким образом вы планируете собрать это достаточно большое количество подписей и дойти до финала? Ну, я поправлю, чтобы это не прозвучало неоднозначно, как-то Максим Кац будет платить за подписи сборщикам, за сбор подписей, да? А вот не то, что многие могут потом подумать. Вопрос понятен, да? Мы уже давали вам ответить, давайте кому-нибудь еще. Вот у нас Алексей последним отвечал, сейчас давайте первым ответите. Это общепринятая практика, когда оплачивается труд сборщиков, это действительно очень тяжелая работа. Если кто-то из вас ходил когда-нибудь по квартирам, там какие-нибудь подписи собирать, вы знаете, что эта работа адовая, и она должна быть оплачена. И, естественно, и в нашей партии будут оплачивать такую работу. Спасибо. Татьяна Михайловна. Я тоже самое хотела сказать. Работу сборщиков мы тоже готовы оплачивать, конечно, так. Михаил. Я частично ответил на этот вопрос. У нас есть команда либертарианцев, в принципе, молодые идеалисты, которые готовы приезжать бесплатно работать, в Калугу собирать бесплатные подписи. Ну и какое-то количество платных агитаторов, конечно, у нас тоже будет. Спасибо. И Андрей. Я думаю, что, в принципе, тоже уже частично. Полностью присоединяюсь к предыдущим докладчикам. Добавить еще. Я думаю, что на этом зрительские вопросы закончены. И сейчас мы переходим к вопросам кандидатов друг к другу. Пока не свободны. Пока еще поддержим вас здесь, простите. Михаил, готовы ли вы задать вопрос? И скажите тогда, пожалуйста, к кому у вас вопрос? Татьяна Михайловна Никотляр. Тогда вот держите микрофон. Татьяна Михайловна, вы тоже держите. Да. Спасибо. Татьяна Михайловна, вы наверняка знаете, что основная проблема в жилищно-коммунальном хозяйстве – это прессинг трудовых мигрантов из Средней Азии. Как вы хотите решать эту проблему, будучи депутатом? Я не считаю, что основная проблема в ЖКХ – это то, что вы сказали, то есть прессинг трудовых мигрантов из Средней Азии. Их работа скорее удешевляет стоимость услуг ЖКХ, которые платим. Ведь не кто-то за нас платит, не с неба спускаются, которые оплачивают жители. Можно выгнать трудовых мигрантов. Я не уверена, что много желающих за эти деньги в Огнинске будет идти, подметать улицы и вывозить мусор. Кроме того, это станет просто вдвое дороже для жителей. И вышли из 30 секунд. Теперь Татьяна Михайловна передает эстафету с вопросами к вам. Кому хотите задать вопрос? Михаил, не вы проходили альтернативную гражданскую службу? Нет, тогда не к вам. Тогда к Андрею Заякину вопрос. Скажите, пожалуйста, я бы за вас с удовольствием проголосую. Не проголосовала бы, а проголосую. Хоть в совет диссертационный куда угодно, хоть в Академию наук, хоть в ректорам и так далее. Кто по-вашему в Калужской области будет голосовать за физико-теоретико, кроме технической и творческой интеллигенции? Я думаю, что будут голосовать все те, кому важны мои компетенции. Человек, который умеет просверливать мозг чиновникам. Проект Диссернет, ведь это же не столько и не только про диссертации. Это история про то, как мы массово умеем коррупцию разоблачать, громить те фабрики, где торговали фальшивыми диссертациями, вносить изменения в законодательство, не позволяющие дальше этого делать, и очищать те экспертные советы, которые сидят в Министерстве образования. Все это мы достигли, и это можно применить в любой другой сфере. Спасибо. Андрей, пока оставь у себя микрофон, вопрос задаешь ты. У меня вопрос к Татьяне Михайловне, связанный с вопросом Михаила. Не кажется ли вам, что когда мы, государство, муниципалитеты, платим мало денег за те самые жилищно-коммунальные услуги мигрантами, говорим, как здорово, что они стоят так дешево, перекладываем на общество несравнимо большие затраты на лечение, обучение их детей, на то, чтобы справляться с последствиями тех преступлений, которые мигранты совершают в России, Преступления совершают, к сожалению, не только мигранты, 3-5% всех преступлений только за год совершают мигранты. Это очень маленькая цифра. Мигранты из бывших союзных республик – это будущие граждане нашей страны, потому что у нас во всем мире идет борьба за трудовые ресурсы, у нас уменьшается число трудоспособных жителей, они хотят здесь остаться жить, расти детей и стать гражданами России. И пока это так, у России есть надежда, сюда хотят приехать. Спасибо. Спасибо. Так, и Алексей Деленков, ваш вопрос к кому-то из кандидатов. Вопрос Андрею Заякину. Калужская область участвует в государственной программе по переселению соотечественников. Одна из немногих регионов в Российской Федерации. Как вы считаете, это плюс или минус для области? Стоит ли эту практику в дальнейшем в выдаче паспортов жителей Калужской области дальше продвигать? Коль скоро речь идет, как я понимаю, о выдаче паспортов русскоязычному населению, которое мы позорно, постыдно бросили в Средней Азии на произвол тамошних князьков и ханов, и которые культурно, образовательно и цивилизационно нам близки, я считаю, это положительная практика. Это исправляет ошибки прошлого. Это увеличивает ресурс, именно тот, который нужен, не из безграмотных жителей Средней Азии, а из наших с вами сограждан. Спасибо большое. Кандидаты задали друг другу вопросы, получили очень интересные ответы. Я думаю, что зрители тоже сделали для себя определенные выводы. И на этом мы подходим к концу. Осталось спасибо.